друзья всем привет сейчас уже обед обед субботы шаббат на обед у меня здесь кукурузка красная рыбка и помидорчик зеленый чай с лимончиком антон возится с компьютером снова вот возможно вечером мы сегодня съездим с вами в одном интересное местечко давай пока есть время тебя даю форы бежит убегай открой машину боже опять машина за за мацана ребята выехали мы в общем в азур сколько 6 часов вечера субботы там шашлычная достаточно популярная в израиле которой мы ни разу не были сегодня просидели дома антон полдня пытался там заниматься компьютером и шел дождь ну в общем короче такой такой себя выходной для елка у кого-то стоит бигни в окне до сих пор и в шоке просто до 8 марта это до мая будет стоять интересно ехать показывает 11 минут мы правда едем почему-то не по весу а по google карте саша антон сказал что ввес не работает чувствую по google карте мы доедем нормально в принципе ну заведение там на вид так себе но говорят очень вкусно в принципе мы пробовали этот шашлык естественно шашлык не со свинины там разные есть там есть каргит это куриная сердечки потом говядина что там а кебаб в принципе мне больше всего кебаб понравился так там пробовали и даже написано что есть фуа-гра ну там что с 60 шекелей за шампур то конечно но его нафиг в заведении там конечно люди едят но я конечно там этого делать не буду возьмем приедем домой а ты думаешь я машину снимаю а нет азор вообще-то туда указатель круговым движением сверните на третий выезд через сто пятьдесят метров поверните налево да это мы когда-то здесь чтобы были привозили машута не заказывали то на образа люди гуляли вы заказали ваши места назначения есть парковка там вот это вот наверно темно нифига не видно но я думаю это это место парковка здесь а вот да вот она печь огромная печь на дровах ваше место назначения находится справа чувствуешь запах дым не этот кроссовок блин натирает вообще тут конечно видок ребят слабо нервным не смотри а нифига я по лужам шлепаю не вообще вон уй ё ё ё ё ё ё ё игровая давай не навернуться ой только сказала я чуть не навернулась так сырое здесь иди определяйся что ты будешь цены цены вот это что Аня говорила жир сало типа нам это не надо пошли там вот жарят сначала надо взять сырое а господи с какой стороны вообще подойти так крылья есть парагит ади кебабы антон а вон кебаба шо ты будешь ну так как муж у меня ой боже чуть глаза мне воткнулась на шампур лежал так что я уже забыла и парги до 2 вот неким что им еще еще паргит 2 ну хватит или еще что-то ты будешь читаем или что-то еще давай быстрее зелота да бери на блюда на руки и клетку туда говорит куда-то блюда нам они что-то блюда салат что он говорит давай давай куда просто мне не сидишь ладно ты тут разбирайся всем вот мы взяли в сыром виде и и вот стоим в очередь на печи я пойду гляну я просто не знаю вообще никогда взял что они тут берут короче питы хумус кстати говорят хумус вкусный они кабалы ничего не дают правда лаваш картошка антона еще картошку фри они берут какие-то питые хумус и говорит картошка фри я шо почем а шо почем тут наверно упаковывает мы здесь первый раз покуда знаете вот там вон сидят и залы ой слегка короче мы как эти как инопланетяне ребят но людей как вы заметили в шапот очень-очень много такое ребят заведение в израиле причем она очень знаменитая сюда прижит очень много людей печи кошмар кошмар он шок контента немного чем наши уже приготовили запечатывают там антону хотим еще картошку фри взять блин почем картошка все взяли картошку уберем одну на двоих или две на двоих и дедину двоих посмотрите какая порция смотрите давайте да ладно а у нас есть дома кетчупа решила такое чем мы будем это чапать люди какая-то мясо к ой вот это перец смотрите соль мэлла вот видите соль да многие конечно смотря на все это будут ребят в шоке и я вас очень хорошо понимаю то есть к израилю нужно привыкнуть но здесь четыре года и наверное себе сразу приехала и зашла в такое заведение было бы в обмороке но через четыре года естественно я уже привыкла вот к этому вот всему вот ну нет я сейчас пойду покажу он долго это чё ты тут не хочешь покушать ну вот это заведение да так сказать аля столовая но нет конечно дома под какой-то кинчик по идеале нет не хочу я купить могу но кушать здесь я не буду в смысле а тут даже еще тарелки не одноразовые надо ему только сказать картошку с суклой денег это сколько да а сколько я же не знаю чё почём ну приборы хоть пластиковые не ну не да надо гореть с собой нам да поэтому вещи аккуратно не сильно а это животное сейчас поджарят на вангале угу вместо паркет да так все выходим ребят достаточно достаточно живенько боже тут лужи достаточно живенько все быстренько в принципе боже лужи я эту включила больше темно и скользко темно и скользко антрикот антрикот ну смотри мы в прошлый раз съели по-моему не тебе ни мне не не понравилось нормальный мужчинка парень помог нам а ты на него говоришь жирный конечно такое жрать и мы такие будем ты видел сколько он брал ну аж вкусная зараза ж понимаешь а потом хотя он сколько там таких ой чуть мимо машина не пришла сколько там худеньких а едят такими там тазами берут я надела капюшон потому что антон куриц открытым окном едем так ребята в общем мы уже приехали вот наши так сказать поддоны картошка здесь у нас колбаски паргит и здесь кебабы видимо в общем друзья шашлычные они для слабонервных поэтому кто в Израиле кто знает про нее я думаю они туда ездят ну а люди которые не с Израиля наверное даже и не поймут если честно вам сказать непривычные они к этому так что вот так вот друзья сегодня у вас экскурсия была в израильскую шашлычную всем большое спасибо вам за ваше внимание за ваши просмотры за ваши комментарии подписывайтесь дальше на мой канал оставайтесь со мной дальше всем до скорых встреч и всем пока пока